На этих прилавках ценников нет. Все, что понравилось, берут бесплатно. Акция «Много деток хорошо» позволяет многодетным семьям обменяться одеждой, игрушками и другими вещами просто ради помощи. Кроме того, проект позволяет сохранять экологию, даря вещам вторую, а то и третью жизнь. Так как я мама-одиночка, допустим, и съемное жилье, мне очень удобно. То есть я могу обновить гардероб как себе, так и своим ребятишкам. Ну а вещи очень много остается хороших, ей жалко, соответственно, выбрасывать. Поэтому есть возможность привезти сюда, почему бы и нет. Девочки-волонтеры очень молодцы, всегда ответственные, всегда вежливые, доброжелатели, всегда помогут найти то, что нужно. Акция проходит раз в месяц. Участники отмечают, желающих обновить гардероб детям и помочь другим всегда много. Это вот уже окончание, и то, я думала, уже тут мало кто будет, но много людей, много пользуются спросом. Много еще не могут приехать, потому что из деревень девочки довозят, передают, если что остается. За три года существования полезного проекта помощь оказали более 200 семьям со всего региона. В этом году его создатели решили выдвинуть свою кандидатуру на российский конкурс проектов «Мы вместе», где участвуют те, кто уже добился хороших результатов. Подали заявку и прошли в финал. Теперь ждут итогов, надеются на победу. Призы тройки победителей от одного до трех миллионов рублей. Выигрыш планируют потратить на расширение проекта. Мы хотели бы, чтобы такие проекты начали проводить наши представительства в других городах и районах Алтайского края. Мы поедем к ним. Мы им привезем какое-то оборудование, которое заложили в этот проект. Ну, например, те же вешала, те же корзины под одежду. Может быть, закупим стационарные буксы, куда люди смогут в торговых центрах опускать, например, пакеты со своими вещами. Победителей определят уже 5 декабря. Этот день волонтеры ждут с нетерпением и верят в свою победу. А еще в то, что с расширением географии проекта смогут помочь большему количеству многодетных семей. София Яценко, Алексей Фризин. День с толком. Продолжение следует...